Какой турник повесить домой? Кому подойдет турник Брусья? И как можно повесить турник Брусья дома в любых условиях? Разберемся в этом ролике. Физкульт, привет! На связи Сергей, магазин Мускулшоп. И сегодня у нас на обзоре вот такой интересный турник Брусья торговой марки Спортко. Эта модель идет на экспорт. В Украине он продается гораздо меньше. В основном его направление туда, за рубеж. Мы его получили впервые в нашем магазине. Я его вживую никогда не видел. И интересный момент выяснился, когда получили, распаковали. Сейчас поделюсь своими впечатлениями об этой модели. Турник представляет собой конструкцию из квадратной трубы 40 на 40 сечением. 2 миллиметра толщина стенки металла. Здесь идут перемычки вот дополнительно, которые как раз и дают необходимую жесткость конструкции. И благодаря этому, именно благодаря вот этим перемычкам, он способен выдерживать вес до 150 килограмм. Здесь довольно интересные ручки. Они с такой насечкой мелкой. Ручки выполнены из пластика. Не неопреновые, как вот в частности на многих простых моделях основной массы, которая на фейсбук продается. Это домашняя серия, которая с непреновыми ручками. Они, скажем так, не совсем практичны и долговечны. Эти же ручки будут служить вам, наверное, столько, сколько этот сам турник. Пока вы не состаритесь и он не перейдет детям по наследству. Здесь есть рукоятки для параллельного хвата. Здесь подушка под спину, подлокотники. Внутри материал не поролон мягкий, вот как обычно. Здесь какой-то жесткий наполнитель. Ну как, относительно мягкий он, но не так легко продавливается, как поролон. И обшито это все самым простым кожзамом, что меня поразило. Можно было качество и получше немножко сделать. Но неважно. Зато интересное сочетание цветов. Черный с красным. Это понравилось. Понравилось мне то, что в комплекте идут вот такие четыре пластины, которые далеко не на всех тренажерах, на турниках. Три в одном, четыре в одном. Есть в комплекте. В основном это анкерный болт, либо шпилька изогнутая с крючком, которая закручивается в такой пластиковый дюбель. Только здесь на конце крючок. Ну это не совсем надежно. И не так эстетично, как вот эта вещь. Оно красиво смотрится. И здесь, вот посмотрите, резиновая такая накладочка идет. То есть вы, когда будете вешать, вы краску не попортите. Потому что оно как раз вот ложится на резиновый уплотнитель этот. Ну это приятно, прикольно. Вот такие анкера в комплекте. Их восемь штук для крепления. То есть они крепят эти крюки в стену. По два отверстия на каждом. Единственное, что длина здесь великовата, как по мне. Потому как стены не у всех бетонные. Если вы используете стену, ну вернее не используете, а используете турник на стене, которая не бетонная, и вы не знаете какая там толщина, то если это кирпич у вас, там 60 миллиметров длины анкера вполне достаточно. Здесь же в комплекте длина 100 миллиметров. То есть если кирпич, она выйдет наружу, остальная часть. Ну если это перестенок у вас. Если бетон, то конечно без проблем. Но я бы советовал покупать отдельно анкера. Они обычно желтого такого, золотистого цвета, металлические, которые крепятся в саму стену уже. Также если у вас не несущая стена, либо вы не знаете какая стена у вас там несущая, либо ненесущая. Посмотрите, что у вас на ней висит. Если у вас есть какие-нибудь шкафчики, полочки тяжелые, там еще какие-то шкафы, телевизор тот же висит, то скорее всего там все в порядке со стеной. Но опять же смотря на какие элементы оно крепится. Посмотрите, если оно висит на анкерах, значит все в порядке. Вы можете вешать и турник. Для гипсовых стен есть специальные моли, так называемые. Но на моли я бы не советовал вешать такой турник. В целом крепление конструкция надежно этих молей, но лучше вешать турник на какую-то несущую стену. Либо кирпичную, либо бетонную. Если же у вас стена, либо частный сектор, к примеру у вас, и у вас стена из газобетона, как часто сейчас строят модный материал. Либо пенобетон, либо из ракушника. Вот как в моем случае был дом построен из ракушника. В такие стены можно закрепить турник только одним способом. Это называется химический анкерный болт. Он стоит конечно в разы дороже, чем вот такие болты. Но сто вы один раз закрепили и оно практически вечное. То есть вы его уже не вырвете. Либо же еще как вариант мы крепили у людей, у них перестенок, ну своя стена, то есть не с соседями, а кухня и спальня. И вот в кухне у них там была ниша закрытая, то есть и мы крепили насквозь. Шведские стенки устанавливали, просили нас именно насквозь сделать, потому как не было возможности закрепиться в другое место. То есть шпильки ставятся длинные, скручиваются и с двух сторон стягиваются. Довольно надежное крепление. Подойдет для любой практически стены. Ну естественно, если она у вас не с соседями. Что интересно в этом турнике? Вот меня поражали всегда турники с петлями для боксерского мешка. Ну вроде как нужная вещь, правильно? Повесили мешок дома и можно позаниматься. Но если вы вешаете сюда боксерский мешок, вы учтите, у вас же турник он не жестко закреплен и он будет ездить. То есть как только вы начнете лупить грушу, этот турник будет ездить телепаться вместе с грушей и у вас и краска поцарапается и турник поцарапается. И вообще он может слететь. Ну и удовольствие от такой работы нет никакой. Поэтому, если уж вы захотели купить турник, то вы должны понимать, что сюда мешок боксерский повесить можно, но максимум для детей. То есть маленькие детки, легкий мешочек, там два-три годика они постучать еще могут. Но, опять же, нежелательно. Если для мешка уже планируете установить мешок, то вам нужен отдельный кронштейн в стену, надежно фиксировался, чтобы он. И тогда вы сможете нормально работать со спортивным снарядом. Все остальное, в принципе, здесь нормально. Мне не понравилось только вот две вещи. Вот эта петля, она не нужная просто. Ну не то, что не понравилась, она просто ненужный элемент. И вот подушки мне не понравились. Кожзам можно было выбрать какой-то поинтересней, покачественней, но так смотрится так себе. И болты анкерные я бы менял на стальные. Вот. В остальном все нормально, классный турник. Единственное, что у него цена сейчас в районе 2000. Как бы не сильно дешевый вариант, не сильно конкурентный, скажем, по сравнению с тем, что предлагается на рынке. Ну вот, если сравнивать его с ладосом, мы чуть позже сделаем обзор на ладос. У нас, кстати, есть на канале отзыв об этом турнике. Турник-брусья. То, если сравнивать их вдвоем, вот ладос поинтереснее в плане подлокотников, спинки. Но тоже есть свои недостатки. Но обзор на канале будет скоро. И вы сможете сравнить и выбрать, какой вам нужен. Забыл сказать про так называемую инструкцию. Вот все, что есть в комплекте. Это по сути, сколько должно быть, каких элементов здесь, количество. И как они должны располагаться. Все. Ни описание, ни веса этого изделия, ни веса, на которые оно рассчитано, ни габаритов, ни гарантийных каких-то обязательств я не нашел. Ну, здесь ничего нет. Это все, что было в упаковке. Из плюсов еще можно сказать, упаковка, конечно, суперская. Ну, они на экспорт делают, ребята. И они заточены прямо на зарубежные стандарты. Хорошо все запаковано. Плотный гофрокартон. Подарочный вариант. Вот как подарок для кого-то. Идеальный. Красивая, классная упаковка. Хорошо все запаковано. Минус инструкция. Минус вот эти вот элементы. Все остальное классно. Поэтому выбирайте. Смотрите у нас на сайте все остальные турники. Либо турник брусья. У нас огромный ассортимент. Либо если заинтересовала шведская стенка тоже. Внизу по ссылочке можете перейти и посмотреть на любую из шведских стенок. Там много акционных моделей. Большой выбор деревянных, металлических шведских стенок. Надеюсь, было полезно. Если это так, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Поддержите наш канал. И до скорых встреч. С вами был Сергей. Магазин Мускулшоп. Пока.